Самые народные из всех политических праздников отмечать начинают с самого утра. У Дворца труда, где традиционно собирается колонна демонстрантов, съемочную группу ННТВ снимает, как работает съемочная группа ННТВ. Журналисты и операторы трудятся и в выходные, и в праздники. Работать надо, тогда и деньги будут, а не плакаться. Для трудящихся, которые готовятся пройти по центральной улице, это девиз. Большинство знает его из советского прошлого. А Первомай день, когда народ славит свой труд, любимый совковый праздник. Мир, труд, май, весна, радость, праздник, отдых, встреча со своими коллегами, улыбки, цветы, ну и жизнерадостность, наверное. Самый главный мир. Завод для нас – это жизнь, это жизнь. Когда было плохое время, 90-е годы, мы этого не бросали, мы все работали. Никогда, никогда мы не бросим. Это оборонная промышленность, это наша жизнь, наша судьба. Сердце заходит прям от радости, того, глядя, и выпрыгнет. Центральная колонна спряталась на параллельной улице, наготове транспаранты, флаги, ленты. И вот, наконец, то, для чего все собрались. Колонна трогается с музыкой. Инженеры, конструкторы, слесари, за ними учителя, врачи, воспитатели. И вот уже у кинотеатра «Октябрь» со сцены встречают студентов, школьников, спортсменов и представителей разных национальностей, для которых Нижегородская земля стала родной. Амирджан Усманов держит путь на Москву. К 9 мая он будет там, едет на велосипеде из Казахстана в честь юбилея Победы. В Нижний заскочил поздравить россиян с праздником весны и труда. Уважаемые россияне, вас с праздником, чтобы у вас все было хорошо, здорово, просветайте. Мы, казахстанцы, вас поддержим. Возглавляют колонну нижегородские промышленники. Первый идет оборонка. Еще одна советская традиция. Кстати, за честь встать во главе шествия предприятию еще надо побороться. Пусть другие посмотрят, кому не нравится идти вторыми, третьими или четвертыми, и добиваются таких же успехов, чтобы быть вообще. Первомай всегда, и первомайская демонстрация, это как поощрение. И в первые ряды всегда выдвигаются те, кто на данный момент лучше. Но это не значит, что нет успехов у других коллективов. И сегодня они на плакатах, на транспарантах несли вот именно свою гордость, показывали, чем они могут на сегодняшний день похвастаться, чему у них можно поучиться. Нижний Новгород – это такой город, в котором не помнят работяг, даже если у кого-то будет такое желание, не получится. Вообще, основа процветания нашего города и нашей области – никакие не природные ресурсы, а исключительно руки наших рабочих и голову наших инженеров. Это и есть наше главное и основное богатство. Несмотря на то, что журналисты и пришли первыми, освещали всю демонстрацию, в праздничную колонну не попали. Но говорят, что все шансы у нас есть. Дело за малым. Надо представить вам приглашение. И вам надо поделиться, кто будет в колонне, а кто работает. Потому что без вас осветить такое событие, наверное, будет очень сложно. А на мой взгляд, это важно. Потому что, смотрите, как набирает с каждым годом вес эта первомайская демонстрация. Очень много молодежи сводится к минимуму политической составляющей. Люди радуются мирному небу, люди радуются хорошей весне. Всего около 40 тысяч человек приняли участие в празднованиях Первомая в Нижнем Новгороде. А в целом по области их около 70 тысяч. Анастасия Рябова, Владимир Гайда, Объективно, ННТВ.